Здравствуй, Толя. Привет, как дела? Хорошо. Ты когда в цирке был последний раз? Эм, не знаю. В любимом цирке Толя, конечно, был не раз, но впервые его здесь встречает настоящий дрессировщик тигров. Артур Багдасаров, представитель знаменитой цирковой династии, вместе с руководством Красноярского цирка устроили мальчику путешествие в мир за кулисье. Что она делает? Она просто тебя приветствует. Видишь, у нее уже руки нет, у нее только ножки. А это подопечный Артура Багдасарова. Грозные на арене цирка, здесь тигры удивительно спокойные. Как будто понимают, что рядом с ними особенный ребенок. Хороший, домой возьмешь у нас? Нет. Почему? Да ты что? Посмотрим. В гости Толя пришел не с пустыми руками. Он передал прославленному дрессировщику сувениры из своего интернет-магазина, который тот приобрел. Все вырученные деньги за свое творчество Толя собирает на реабилитацию. Артур говорит, идея такого проекта ему настолько понравилась, что он просто не мог остаться в стороне. Общение классное. Парень, несмотря на то, что у него вот эти все штуки произошли, очень позитивный. Я думаю, что все-таки при хорошем уходе, при хорошей реабилитации у него будет все хорошо. Потому что если даже брать взрослых, людей, которые попадают в какие-то такие ситуации, они все в себя уходят, какие-то унывные. А он молодец, боец такой маленький. Один в целом зале. За цирковыми артистами Толя наблюдает, сидя прямо на барьере. Когда такое еще возможно? Для мальчика артисты устроили персональное представление. А дрессировщик настолько проникся знакомством с Толей, что даже сам сделал ему небольшой подарок. Уже после мальчик делится впечатлениями, что понравилось больше всего. Кто тебе понравился больше всего? Тигры. А почему тигры больше всего понравились? Да, может, они мне понравились. Но они страшные? Они милые. Директор Красноярского цирка Александр Рыжов говорит, его по-хорошему удивила и тронула социальная акция «Дари добро», когда сам ребенок зарабатывает деньги на свою реабилитацию. В наше время это очень важно, проявлять какие-то свои хорошие человеческие качества. И вообще история крайне хорошая, что мальчик, несмотря на свою болезнь, творит, что-то делает. Я бы даже это назвал небольшим бизнесом, с папой занимается. Это очень трогательно. Поэтому не поучаствовать в такой истории не считаю чем-то правильным. Александр Рыжов говорит, возможно, скоро сувениры от Толи можно будет приобрести и в самом цирке. Такую идею они обсуждают с родителями мальчика. А пока вы можете их купить в интернет-магазине. Адрес вы видите на экране. И одним добрым делом станет больше. Ольга Тишинина, Павел Пателицын. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова